Ульяновский завод В Бриджстоун произвели миллионную шину. Садоводы готовятся к новому сезону. Ульяновцы отмечают День всех влюбленных. Они сражались за родину. В профессионально-педагогическом колледже почтили память героев-выпускников. Свой гражданский долг ульяновцы Александр Великанов и Андрей Урусов выполнили в Чечне и Афганистане. Подробности расскажет Павел Половов. На стене профессионально-педагогического колледжа по адресу Московское шоссе 82 появились две мемориальные доски, посвященные героям двух войн – чеченской и афганской. На их открытие собрались студенты учебного заведения, депутаты городской думы, представители общественных движений и военно-исторических клубов. Герои – увековеченные на досках выпускники колледжа. Александр Великанов погиб летом 1987 года, исполняя интернациональный долг в Афганистане. Андрей Урусов погиб 20 января 2000-го в Чечне. Оба были спортсменами, оба любили свою родину и были обычными ульяновцами. Обычный мальчишка, добрый, веселый. Любил животных, помогал всем, детей любил. Спортом занимался. Он считал, что армия школы для мужчины. Он служил в Казани, и вот вторая чеченская, они с Кировским обоном поехали в Чечню. Это был штурм Грозного, он погиб 20 января. То есть несколько дней как раз был штурм, самые такие дни были штурм Грозного. Подробности коротких, но светлых жизней ребят можно узнать в музее колледжа. Экскурсоводы расскажут о каждом. Мы с вами можем увидеть Александра Великанова, который погиб в Афганистане. Это человек, который был очень спортивный, любил заниматься общественной деятельностью. Был командиром юноармейского отряда и представлял Ульяновскую область в городе Тамбове. Здесь мы видим его юноармейскую форму непосредственно и фотографию, где он находится. Колледж – настоящая кузница кадров. На его счету не только воспитание героев, генералов, политиков. Многие и сейчас успешно трудятся. Я очень горжусь тем, что учусь данным учебным заведением, ибо из его стен было выпущено очень много хороших людей, которые добились высоких результатов как в военной деятельности, так и в плане правительственной деятельности тоже. Кого ты можешь назвать? Да, первым делом это Панчин Сергей Сергеевич, который в данный момент является мэром нашего города Ульяновска, конечно же. Потом это три наших генерала. 15 февраля – памятная дата, которую многие в нашей стране считают своим личным праздником – день вывода войск из Афганистана. Тематические мероприятия в колледже продолжаются. Это и военно-спортивные игры, и баскетбольный турнир, и лекции в музее. Наша сегодня задача нашего поколения – не дать возможность переписать историю. В истории книгов по истории в школах на четырех страницах написано о Великой Отечественной войне. А про Афганистан вообще одной строкой. Это неправильно. Наша задача сегодня ребятам довести о том, как было и что было на самом деле. Через пару дней в Ульяновской области пройдет целый цикл мероприятий, посвященных Дню вывода войск из Афганистана. Центральные пройдут в областном центре. 15 числа мы вас всех приглашаем на возложение цветов. Будет сбор в 9 часов в районе драмтеатра. Это площадь Соборная на окраине буквально. И мы будем в 9.30 будет колонна выдвигаться в сторону площади 30-летия Великой Победы, где есть у нас памятник афганцам. В 10 часов возложение цветов. Затем там же пройдет митинг-реквием. После митинга можно будет угоститься кашей в полевой кухне. Ветераны Афганистана ждут гостей на свой холодный февральский, но горячо любимый праздник. День, когда на чужбине перестали гибнуть наши бойцы. Павел Половов, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. Последний снегопад, прошедший в областном центре, прибавил работу дорожникам. На расчистку Ульяновска вышли 60 спецмашин. По информации городской администрации, роторы расширяют проезжую часть на проспекте Гая, улицах Островского и Крыленицкого. В планах у коммунальщиков вывоз снега с проспекта Ульяновского, улиц Гончарова и Пушкарева, с остановок и пешеходных переходов проспекта Нариманово, улиц Камышинской и Рябикова. Очищают грейдером дороги на улицах северной части города. В университетах Ульяновска будут созданы базовые кафедры по предпринимательству. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов на инвестиционном форуме в Сочи. По словам главы региона, подобная мера позволит выстроить полноценную систему непрерывного предпринимательского образования. Пилотными площадками станут Ульяновский государственный технический университет и Ульяновский госуниверситет. Стоит отметить, что со следующего года в школах будет внедряться программа основного предпринимательства для учеников 5-11 классов. Наряду с аграриями садоводы также начали активную подготовку к новому дачному сезону. И в случае с ульяновскими земледельцами это не только закупка семян и выращивание рассады. Ульяновские садоводы уверены в правдивости русской поговорки «Готовь сани летом, а телегу зимой». Поэтому, несмотря на снег за окном, дачники вовсю готовятся к сезону, закупают семена и сажают рассаду. Не забывают получать и теоретические знания. Уже несколько лет в областном центре работает школа садоводов. Под руководством опытных наставников, в основном специалистов неисельского хозяйства, садоводы получают теоретические и практические знания по уходу за растениями, подкормке и вредителях. Как только сойдет снег, садоводы вместе с преподавателями отправятся на сами участки, чтобы провести практические занятия. Не Тимиряевская, нам создает бригаду своих специалистов, которые будут выезжать по территории, по районам, по нашему, и показывать на практике, как правильно делать обрезку деревьев. Уроки проходят каждый четверг в 10 утра в Доме садоводов по адресу Гончарова, 26 или Бебеля, 22. В Ульяновской области произведена миллионная шина «Бриджстоун». Юбилейной стала сбалансированная летняя шина для различных типов покрытия. «Бриджстоун» – один из крупнейших инвесторов Ульяновской области. Объем финансовых вложений в проект на сегодня составляет свыше 15 миллиардов рублей. Сейчас на заводе трудятся семь сотен человек. Сегодня во многих странах мира отмечается День Святого Валентина. Влюбленные поздравляют друг друга, признаются в своих чувствах, дарят подарки и устраивают романтические свидания. Эксперты подсчитали, что средний чек пары, отмечающий День Святого Валентина, составляет около 3000 рублей в регионах России. Средний чек в российской столице значительно выше 7 тысяч рублей. Что думают о празднике ульяновцы, узнала Рената Алиулова. 14 февраля – это не только середина последнего месяца зимы, но еще и праздничная дата. В этот день во многих странах мира отмечается День Всех Влюбленных. Тенденция дарить валентинки в Россию пришла относительно недавно – в 90-е годы. И кому-то она сразу стала по душе, а кто-то до сих пор категорически против праздника. Ну, мне кажется, этот праздник вообще просто люди должны проводить вдвоем. То есть этот праздник только для двоих. Ну, не знаю, для каждого этот праздник, значит, по-своему. Да, я его все время поздравляю, покупаю ему каждый раз новый бокал. Сот с лишним лет живем, любим друг друга. Как же? Обязательно. Ну, вот так вот, как бы бытово, бытово отмечаем все равно, конечно. Обычно что нужно близким людям? Тепло, уют, счастье, праздничный ужин, ну и хорошую любящую атмосферу. Ну, то есть вы праздник празднуете? Ну, празднуем, да, потому что все празднуют, как бы это уже такая традиция, которая уже вошла в нашу жизнь. Я не влюблена, я люблю праздник, поэтому не отмечаю. У нас есть 8 июля, День семьи, любви и верности. Нет, а лишний раз сказать «люблю» мне кажется лишним не будет. Лишний раз вот проявить к своей второй половинке любовь, мне тоже кажется, не лишним будет. Поэтому я нормально отношусь. Ну, не скажем, что отмечаем, но, но любим. А что за праздник? День всех влюбленных. День всех влюбленных, 4 февраля. Да нет, пока еще не дарила. Не отмечаете? А почему? А? А почему? А что надо? Подарков, наверное, не дарим, но так делаем сами, чисто символически, какие вот тут валентинки. И, как правило, ходим в кино, не отмечаем. А почему? Ну, отмечали, сейчас не отмечаем. Уже вышли с этого возраста. Валентинки! Ну, как же, обязательно дарим. А что для вас этот праздник значит? Мира и любви, ну как же. Должны же люди любить друг друга, сожалеть друг другу, сочувствовать друг другу. Отмечаете этот праздник? Нет. А почему? Ну, так вот. Как бы, да, мы отмечаем, но подарок, тортик, все, из себя любимого. А что для вас значит этот праздник? Что значит праздник? Ну, день любви, верности, красота, весна скоро. Побывать за кулисами театра и узнать, как изготавливают куклы для будущего спектакля. Подробности у Ирины Антоновой. Услышать сказки Абрама Кузьмича Новопольцева, уроженца села Исашная Помрязькина, Симбирской губернии, узнать о самом сказочнике и о тех, кто собирал сказки, теперь можно во время нового экскурсионного путешествия «Сказочное зазеркалье». Именно на местных сказочниках делался больший акцент, чтобы и дети, и взрослые узнавали фамилии наших сказочников, тех людей, которые и выдумывали, придумывали сказки, рассказывали их другим и, конечно, собирателям сказок, тем людям, благодаря которым мы и сегодня знаем и любим многие сказки. Знакомство со сказками Симбирской губернии начинается в кукольном театре. Уже в фойе участники экскурсии могут увидеть эскизы к спектаклям, которые пишет, а потом сам делает куклы, главный художник театра Дмитрий Бобрович. Какие бывают театральные куклы, можно увидеть в театральном музее. Здесь же хранятся механические куклы, которым 114 лет. Их смастерил в 1905 году христианин Алексей Морозов. Актер театра Максим Безяев помог оживить куклы, которые когда-то были задействованы в спектаклях, и дал возможность участникам экскурсии пообщаться с ними. Тебе разговаривать. Давай рыбу и делови. Да-да-да, поймай селёдочку. Сходи. Какую селёдку? Я знаю, что поймал. Ну-ка подержи руку. Держи руку. О, мой старый, старый. Так, держи. Вот такую рыбину поймал. Вот такую рыбину. Но побывать в театре и не заглянуть в зрительный зал, где находится сцена, согласитесь, было бы неправильно. Здесь актёры как раз готовились к показу спектакля. Однако не каждому зрителю удаётся заглянуть за кулисы. А во время экскурсии это возможно. На этом экскурсия не закончилась. Знакомство со сказками и сказочниками было продолжено в музее Симбирско-Чувашеская школа. Здесь тоже можно увидеть куклы, сделанные художником Дмитрием Бобровичем, и даже его портрет. Дети, конечно, с интересом заглянули в райок и попробовали поуправлять куклами. Это место сказочным образом повлияло и на взрослых. Они вспомнили детство, взобравшись на огромный стул. Ирина Антонова, Новости Ульяновской правды. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале ulpravda.ru. До новых встреч! Субтитры предоставил DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин